Здравия всем желаю! Если кто помнит мой выпуск про Крымское ханство и крепости звезды, тем докладываю, что вот она наша с вами Турция, а вот так шел наш с вами поток цунами. То есть я тогда предположил, что Черное море было задето лишь отчасти, то есть здесь был вымыт пролив, и волны хлынули в Черное море и затопили значительную часть плодородных земель, густонаселенных земель. Ну так вот Турция, она гораздо более ближе находилась к этому потоку, и поэтому я полагаю, что Турция на момент этой катастрофы, имевшая значительное население, она сильно пострадала. Возможно, не так сильно, как пострадал Ливан. Кстати, очень интересное название Ливан, да? Читается слово лить, проливать. Вот, но смысл в том, что Турция, ее южная часть, она должна была очень сильно пострадать, и, соответственно, население Турции, оно должно было также сильно уменьшиться. Ну а теперь давайте посмотрим население Турции на момент Крымской войны. Вот примерная дата, которую можно смотреть. Население Турции на момент Крымской войны составляло всего лишь 10 миллионов человек. Про эти цифры я ничего не знаю, ничего говорить не хочу, потому что, в мое понимание, эти цифры, они никак не укладываются в принципе. Я проверился. Здесь ниже написано, что по переписи 1844 года, то есть, примерно в нашу с вами цифру, да, в стране проживало 10 миллионов человек, из которых 5 миллионов были христиане, в том числе 2,5 миллиона армян, 2 миллиона греков, 500 тысяч ассирийцев и других христиан. И у меня в этой связи вопрос, а могла ли вообще Турция воевать с Россией? Хоть как-то. Ну а теперь смотрим Крымскую войну. Османская империя, население на 1853 год, 35 миллионов человек. То есть, в этом состоянии, хоть как-то она воевать могла. У меня вопрос, а че вот оно так вот свободно, то 10 миллионов, то 40 миллионов, это как? И это зачем? И это кому выгодно? На этом доклад закончил. Всем добра. Здравия всем желаю. Ну а теперь немного про историографию Крымской войны. Для тех, кто не в курсах, про нее никто ничего до 1900 года, в принципе, не писал. Первая попытка написать историю, была сделана неким Дубровиным Николаем Федоровичем. Назывался она «История Крымской войны и обороны Севастополя». Всего томов три было. А вот у меня вопрос, а почему 40 лет ждать пришлось? Зачем это 40 лет ждать пришлось? Ну и вспоминаем библейскую сказочку, про то, что, ветхозаветную сказочку, что Мойша водил евреев по пустыне 40 лет. Спрашиваю, зачем? А я скажу, зачем. Затем, чтобы помер последний, кто видел рабство египетское. А почему он должен умереть в последний? А чтобы этот последний не сказал этому, Мойша, ты типа, хрен ли нас сюда привел, нам там сто раз лучше было, веди к нас обратно. Понятно, да, зачем 40 лет? Чтобы умер последний, свидетель. Ну а с тем, чтобы описание Крымской войны имело хоть какую-то, хотя бы приближенную военную трактовку, к описанию этой войны был привлечен Андрей Медардович Занечковский. Кто такой Андрей Медардович Занечковский? Русский советский историк и теоретик, генерал от инфантерии, достойное лицо. Так вот, он написал книгу «Восточная война», но ведь вот как интересно, у него описание войны заканчивается в 1854 году. Догадайтесь сами почему. Так вот, после этой книги он написал кучу разных всяких трудов. Больше того, он еще служил в Красной армии и писал еще в Советской России книги по истории войн и все такое прочее. То есть человек, он был пишущий. И после этой книги он еще много чего написал. Только вот после 1854 года лета у него как отрезало писать про эту войну. И создается полное впечатление у меня, полное впечатление, что при изучении документов наш с вами Андрей Медардович Занечковский, честный человек и боевой офицер званий в хорошем, да, дошел до некого момента, когда он понял, что то, что ему предлагают написать и его видение войны этой просто-напросто не совпадает. То есть абсолютно. И поэтому он оставил это дело так и не закончит, как недостойной чести офицера. Ну а вот этот вот персонаж, Богданович Модест Иванович, он написал про эту войну все от начала и до конца. То есть не побрезговал честью офицера. Зачитая только один пассаж этого товарища по поводу того, как топился плод в Севастополь. Командиры со своей стороны все еще, надеясь на отмену данного им приказания, приступили неохотно к его исполнению. Не успели убрать не только орудий, но снарядов и пороха, вся провизия, койки, даже офицерская посуда пошли ко дну вместе с судами. С рассветом 11-23 сентября на месте, занятом Сизополем, Варную и Силистрию, плавали обломки Рангоута. К 8 часам утра за ними последовал Уриил, Силофиил и Плора. Корабль Тресветителя долго держался, как бы отказываясь расстаться с жизнью, несмотря на широкие отверстия, прорубленные в его подводной части. Он погружался весьма медленно, и потому было велено проходу Громоносец бросить в его подводную часть несколько гиадер. Что же мы узнаем из этого пассажа? Мы узнаем следующее, что корабли в Севастополь топились, не сняв с себя не только орудия, которые можно было снять и установить на береговом фронте обороны, но также топились вместе со снарядами, с порохом, с провизией, то есть со всем полезным, что можно было использовать при обороне. Корабли топились спешно. А какая была такая спешность в том, чтобы топить так корабли? А ровным счетом никакой. Больше того, я полагаю, что если бы эти корабли топились бы, в результате многочасового боя после боя с эскадрой противника, которая по какой-то там непонятной причине попыталась бы войти туда на рейд, да, вот в тех же самых местах бы они топились, приняв бой, то это было бы, наверное, как-то эффективнее, чем просто топить корабли со всеми пушками, со всей провизией, койками и даже офицерской посуде. Но больше того, наш господин Богданович, он же делает по ходу своего опуса открытие достойной книги рекордов Гиннесса. Он рассказывает, что оказывается можно потопить линейный корабль в 5000 тонн водоизмещения, да, просто прорубив у него обшивку внище топорами. Ну а теперь я объясняю, что это примерно полметра дерева, а еще снаружи они были обшиты медной обшивкой, которая не давала кораблям обрастать ракушками, то есть прорубить, как и заявляет данный господин, внище у корабля топором или как высверлить, или что, он предлагает здесь, да, это дело такое же возможное, как сейчас полет, допустим, на Юпитер, потому что даже если вдруг они проковыряют хоть одну дырку небольшую, оттуда начнет бить фонтан воды под давлением, да, узкая струя, режущая как ножик, да, это не говоря уже о том, что вы попробуете прорубить полметра и медную обшивку, а дальше он делает еще одно заключение, ну просто потрясающее по своей свежести и остроумности, что оказывается, чтобы помочь кораблю затонуть, в его днище, в подводную часть, стреляли ядры, так вот, смекливые уже догадались, остальным докладываем, что ныряющие снаряды, именно снаряды, были изобретены лишь в 1914 году, понятно, да, а ядро по причине своей округлости, да, оно в принципе никуда поднырнуть не могло, а поднырнув даже если вдруг предположить такое, да, оно напрочь уже буквально на первом десятом сантиметре теряло всю свою пробивную способность, а перед ним извините меня преграда, медная обшивка, полуметровый деревянный корпус корабля, я верю этому Богдановичу отсидевшему, это уже не говоря о том, что никакой угрозы с моря атаки рейда не было в принципе, потому что там были Константиновские и прочие батареи, это считает те же линкоры, которые вы все нахрен утопили, это раз, а во-вторых, ну уж если топиться, то надо же все-таки пушки снимать, если нет угрозы топиться, зачем топиться так скоро, так вот я посчитал, если бы с кораблей, которые топились там, в Севастополе, просто топились, не сделали ни одного выстрела, была бы снята артиллерия и поставлена на сухопутном фронте обороны, то соответственно там бы каждые 10 метров стояло бы по крупнокалиберному морскому орудию с обученным экипажем делать один выстрел в течение 2-3 минут стена огня, я еще не раз буду возвращаться к первому этого господина, но мое отношение к нему, да, после всех этих первых, ну фантаст, Айзи Казимов, блин, отдыхает. В резюме история Крымской войны писалась после смерти последнего свидетеля и писалась людьми нечистоплотной, а чистоплотные люди, такие как Занечковский, они от этого дела отказывались. Вопрос, почему она, эта история так писалась? На этом доклад закончил, всем добра.